Мне очень нравятся бурбоны, да и в принципе американские виски, к которым относится наш сегодняшний конкурсант, не побоюсь этого слова. И тестировать, сравнивать американские виски, либо стиль американских виски мне тоже очень нравится. Недавно у меня было на сравнении виски от нашего крафтового производителя, который меня поразил, и это было хорошо. И вот, наконец-то, я дошел до настоящих американских представителей. Я приветствую вас на канале Микс Рин, коктейли, напитки, домашний бар и Джек Дэниелс Рай, ржаной теннессийский виски. Не побоюсь этого слова, хотел его назвать бурбоном, но линчбургский народ меня, наверное, не поймет. Давайте начнем с того, что я хочу поблагодарить тех людей, кто мне помогли в приобретении, в том, что эта бутылочка оказалась у меня на столе, на моем обзоре. Это мой чатик в Телеграме, отличное сообщество, мы там активно общаемся, делимся своим опытом, иногда можно через каких-то знакомых Питер, Москва приобрести очень интересные напитки. И вот, мой чатик в Телеграме активно агитировал меня воспользоваться таким сервисом, как Дьюти Фри. Есть такой, кстати, канал в том же самом Телеграме, где через Абхазский Дьюти Фри с города Сочи можно приобрести очень интересные напитки. Я, честно, немножко побаивался, потому что все-таки трачу свои деньги, доверяешь каким-то людям, но на самом деле, пользовался не я первый, и, я думаю, не я последний. Очень хорошо это все работает, и у меня оказалась вот эта бутылочка. Плюс еще, то, что я действительно очень долго хотел, Женевер. Самый аутентичный болл Женевер тоже был приобретен. Как видите, акцизок здесь нет, марочка Дьюти Фри. И вот с помощью этого канала, этой группы в Телеграме и одного из людей, кто, судя по всему, его сделал, Эрик, можете ему написать. Да просто вступите в эту группу, посмотрите ассортимент, ни в коем случае не призываю вас что-то там приобретать. Просто ознакомитесь с теми позициями, которые встречаются в Абхазском Дьюти Фри. И за относительно адекватные деньги, с учетом сегодняшнего курса, вы можете там кое-что приобрести. Вот эти две бутылочки мне обошлись. Каждая, по-моему, по 24-26 евро. Ну, с учетом того курса, это в принципе нормальный ценник, потому что ржаной виски у нас, к сожалению, не найти. Не говоря уже про Женевер. Единственное ржаной виски, которую можно приобрести, это в сети Бристоль Джимбим ржаной. Но по нему отзывы не очень. И ценник по факту выходит больше, чем эта литровая бутылка 45-градусного виски. И я еще пробовал один ржаной виски, это был Буллет Рай. Там 95% рыжи. В этом Джек Дэниелс 70% рыжи, что точно соответствует стилю стрейч-рай виски. Давайте, наконец, его откроем и сравним. Ну, сравнить, соответственно, я могу только с Бурбоном, потому что Буллет Рай, ну, наверное, самый вкусный ржаной виски, который я только пробовал, у меня сейчас нет. Я его также приобретал в Дьюти Фри, но уже литал сам. И это был Дьюти Фри Анталия. К сожалению, я долго ждал, может появится в абхазском Дьюти Фри Буллет Рай, но только Джек Дэниелс, только Хардкор. Причем там еще встречался другой ржаной виски 50,5 градусов. Бутылочка 0,5. И он тоже какой-то хитро сделан. Ну, давайте Баффало Трейс нальем. Чуть-чуть, немножко для дегустации. И откроем Джек Дэниелс. Джек, мать его, Дэниелс. Акцизок российского производства, вернее, российского импорта здесь нет. Только марочка Дьюти Фри. Закрутка достаточно стандартная, да и вообще бутылочка достаточно стандартная для Джек Дэниелса. По составу здесь я ничего не могу сказать, потому что его здесь нет. Но виски не подкрашен. По американскому законодательству все делается максимально прозрачно. Выдерживается в бочках. И, насколько я помню, Джек Дэниелс весь свой виски, за исключением каких-то особых релизов, выдерживает 4 года. Ну, здесь сусло в основном состоит из рыжи. Остальное там кукуруза, ячмень и еще что-то. Это уже все на совести производителя. Официальный сайт рекомендует использовать этот виски в качестве, естественно, составных коктейлей. Это Манхэттен, это Олдфэшн и еще несколько рецептов. И вот у меня, кстати, был спор в голове, что же с ним сделать. Олдфэшн или Манхэттен. Или, может быть, вообще что-то необычное, типа Линчбургского лимонада. Но, ну, рецептов с ржаным виски предостаточно. Это может быть и Созерак, и Вьюкаре, и Делла Луизиан, и еще множество коктейлей, где ржаной виски раскрывается на 100%. Бульварде. Великолепнейший рецепт. Наши продукты подышали по цвету. Ну, они практически идентичны. Единственное, по моим ощущениям, ржаной Джек Дэниелс немножко потемнее. Но это не точно. Аромат. Восстановим информацию по Баффлот Рейс. Отличный, спиртозный. Ацетонисто-кремовый, легкие орешки. Очень хороший аромат. Я бы даже сказал, он нежный. Он обволакивающий и в то же время колючий. Баффлот Рейс мне очень нравится. Отличный бурбон. К сожалению, в свободном доступе у нас его сейчас нет. Но он у меня есть. Ржаной Джек Дэниелс. Ммм. Ну, на удивление, он не такой спиртозный, как Баффлот. Как будто даже чуть подзакрытый. И пряный. Да, здесь нет столько крема. Здесь нет столько сладости. И он вот реально более пряный. Ой, хорошо пахнет. Ой, сладенько. Да, его бы на самом деле сравнить с Буллетом. 95 с содержанием ржи. Тоже 45 градусов. Тоже отличная вещь. Но, что имеем, то имеем. Ну, на его фоне Баффлот, конечно, мягче. Даже вот какие-то легкие ноты табака. Ржаной. Ой, прям ржаной. Сухой, колючий, мощный. Очень хорошо. Разница есть. Я не являюсь большим поклонником бренда Джек Дэниелс. Ну, если у меня есть возможность его попробовать. Ну, почему бы и так. Давайте, например, с Баффлот Рейс и начнем дегустацию. Еще раз скажу, что он такой вот сладенький, ореховый. Чуть карамельно-сливочный. Очень приятный напиток. По аромату мне точно нравится. Да, никаких сюрпризов. Хороший бурбон. Хороший аромат. Хороший вкус. Вот, мне кажется, что этот бурбон все-таки пряный. Прям очень близок к ржаному виске. Ну, конечно, не ржаной. Даже тот же самый базовый буллет Бурбон Стрейч он очень похож на ржаную версию буллета. Баффлот Рейс тоже вкусненький, тоже сладенький. Можно бы назвать его мягким, но он нифига не мягкий. 45 градусов все-таки чувствуется. Ну, давайте Теннесси. Теннесси виски. Такой прям тяжелый аромат. Даже легкая землистость появилась. Пряности. Ой, хорошо. Ой, вкусненько. Ой, мне нравится. На вкус. Он слащий Баффлот Рейс. Ммм. На удивление. Свежеоткрытая бутылочка. Не такая резкая. Не такая спиртозная. Не такая колючая. Более сладкий. Более обволакивающий. Да, пряности есть. Нет орехов, но вот уходит в сторону специй, корицы. Возможно, даже немножко бальзамно-анисовых нот. Не покидает ощущение, что ржаной Джек Дэниелс мягче, чем стандартный бурбон 45 градусный. Но он дольше держит вкус. И мне, если честно, напоминает вот какой-то ромовый пунш, ромовый аромат. Во вкусе хорошо обволакивает. Ну, немножко вот какая-то средняя водянистость появляется на послевкусии. Но в то же время он долго держит. И вот остается сладость и какой-то глинтвейн на послевкусии. Отлично. Да, это хорошо, да, это вкусно, да, это замечательно. Манхэттен на обоих этих виски мне понравится. И думаю, разница между ними все-таки будет. Поэтому, наверное, Манхэттен я сейчас и забабахаю. У меня для этого есть два охлажденных смесительных стакана и два охлажденных бокала Никанора Глаз. Приступим к приготовлению. Вот такой вот большой прозрачный замороженный кубик льда у меня есть. Он пойдет в два этих смесительных стакана, как основной охлаждающий кубик льда. Свой Манхэттен я буду использовать 40 мл рожаного виски либо бурбона и 30 мл вермута. Естественно, биттер ангастура и все соответствующие дополнительные ингредиенты. 40 мл рожаного виски. И, естественно, 40 мл бурбона. По 30 мл вермута. Вермут итальянский вкуснейший, который у вас есть. Берите самый лучший, вы не ошибетесь. 30 мл 1 и 30 мл 2. Два дэша биттера ангастура. Либо, может быть, у вас есть какой-то специальный любимый биттер. Используйте его. Раз, два. Раз, два. Коктейль номер раз с рожаным виски. И коктейль номер два с бурбоном. С хорошим, вкусным, насыщенным и очень ярким бурбоном. Кстати, очень часто в том же канале в Телеграме мне говорили, что Манхэттен надо делать только с рожаным виски. Я не склонен быть таким категоричным, но если вам больше нравится рожаной виски, соответственно, используйте его. У меня до сегодняшнего дня такой возможности не было. Сейчас у меня возможность есть. И я буду использовать этот замечательный американский виски. Можно дегустировать наши коктейли. Мне нравится версия Манхэттена с бурбоном, поэтому с нее и начнем. Вкусно, сладко, насыщенно. Чувствуется бурбон. И, собственно, пряность вермута. Рожаной виски. Коктейль выходит по суше. Он какой-то более... Ну, собственно, как и виски, он более тяжелый. Более сухой. Более пряный. Отлично. Вкусненько. Оба вкусненькие. Это более сухая, даже такая немножко кисленькая. Хлебная, пряная. Это, собственно, как и основной ингредиент виски. Кремовая, легкая, питкая, вкусная, долгоиграющая. Нет, я склоняюсь к тому, что Манхэттен на бурбоне, это ни в коем случае неплохой коктейль. Особенно, если у вас есть хороший виски. Особенно, если у вас есть хороший вермут. И вы делаете коктейль на свой вкус. Соответственно, с ржаным бурбоном, с ржаным виски, с ржаным теннисийским виски, это будет коктейль, который отличается по вкусу. Да, имеет смысл приобрести вот такую вот бутылочку. Мне очень нравится. Я думаю, что я буду теперь его использовать. И очень немаловероятно, что скоро выйдет ролик про разные версии коктейля Манхэттен. По крайней мере, две вот эти версии с бурбоном, с ржаным виски, ни в коем случае не взаимоисключают друг друга. Можете использовать любой из этих продуктов. Главное, чтобы ваш коктейль по итогу вам нравился. С вами был Дмитрий, канал Mixdrink. Ставьте лайк, подписывайтесь. Указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok